Всем привет! Как дела? Как настроение? У нас все хорошо, погода у нас замечательная. Что интересно, после 19 января морозов нет. Обычно 19 января и потом сильные-сильные морозы. У нас прекрасно. Я сейчас покажу, какой у нас снежок. Посмотрите, какой белый снег, пушистый. Елочки все в снегу. И температура уже минус 9. Вы набрали воды волшебной? Я набрала. Вот видите, даже какая она прозрачная. Волшебная вода, да? И даже когда ее пьешь, она на вкус отличается. Мягкая, даже немножечко, кажется, сластит. Вот какое свойство вода приобретает. Структурируется. Просто волшебная. Мы каждый день пьем по стакану такой воды. Я уже как-то говорила, один год поставила в бутылки, в пластиковые. Сейчас я не набираю в пластиковые бутылки эту воду, а в стеклянные банки. В пластиковые бутылки что-то про нее забыла и поставила на пол. И, кстати, мне тоже написали, что воду нельзя ставить на пол. Лучше на полочку куда-то, либо в шкаф. Вот так. Но я про это не знала. И теперь сюда поставила на стол. Будем пить. Вот. А, что хотела сказать про то, что она поставила на пол под шторинку и забыла про нее. И через два года только увидела эту бутылку. И она стояла такая прозрачная, как будто только-только налили эту воду. Представляете? Ну, конечно, пить я не стала. Просто полила цветочки и все. А на обед я сегодня покажу, что готовлю. Если интересно, можете смотреть. Неинтересно, не смотрите. Я не готовлю какие-то шедевры, не изобретаю чего-то нового. Все готовят так, как я готовлю. Ну, бывает, что просто все вроде дома есть, продукты есть, но не знаешь, что приготовить. Кто-то посмотрит. Может, так приготовит. Может быть, какую-то идею для себя возьмет. Или, посмотрев, что-то расщелкнет и что-то новенькое изобретет. Вот у меня вот тоже бывает так. Так что, хотите, смотрите. На гарнир я сегодня приготовлю рис с овощами. Ну, я называю плов овощной без мяса, потому что мясо я всегда готовлю отдельно. И котлеты. Ну, вот котлеты я сегодня приготовлю немножечко по-другому. Я так не готовила. Попробую. Хотя вариантов котлет у меня очень много. Я нарезала лук соломкой, морковь нарезала мелкой соломкой. Обжарила до мягкости на подсолнечном масле. В специи добавляю паприку, куркуму, сухой чесночок и горький перец красный, домашний. Мне нравится, когда такой горьковатый плов, рис. Ну как, не горьковатый, острый. Правильно будет, да? И знаете, мне хочется добавить горошек. 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 Чуть-чуть, полбаночки. Он такой мягкий, нежный. Иногда добавляю кукурузу. Получается вкусно. Для разнообразия все можно добавить. Иногда просто и горошек, и кукуруза. Тоже сочетание классное получается. Рис уже у меня промытый здесь. Солю, конечно же. Потом пробую, если нужно, еще добавлю. Заливаю куриным бульоном. Мне очень нравится готовить вот рис. Ну, бывает и с мясом, когда готовишь. Если есть бульон, заливаю бульоном. Мясным, куриным. Какой имеется дома. Тогда очень такой вкусно, насыщенный. Рис я взяла, так, что 400 граммов. 450 граммов. Ну, если кому важно по весу. Потому что я готовлю большой казан. Заливаю, чтобы рис был покрыт. Ну, вот немножко. Тоже зависит от риса. Есть рис, который готовится долго, разваливается. То чуть-чуть побольше. Ну, не больше вот фаланги пальцев. Включаю на самый-самый сильный огонь. Закрываю крышкой. И как только закипит, убавляю огонь на минимальный. И готовится до готовности риса. Ну, то есть, вижу уже, когда жидкости нету. Готово. Все. Как сегодня я приготовлю котлеты. У меня здесь 600 граммов мяса. Не пишите мне, опять куриное, не куриное. Берите то мясо, которое вы любите. Хоть свинину, хоть говядину, хоть баранину вперемешку. Либо что-то. Тут не принципиально. Главное, что добавляется. Беру мясо, то, которое я хочу есть. Вот и все. Что тут? Все просто. Что добавила? Мелко-мелко потерла сырую морковь. На мелкой терочке. Прям вот на такой. С сырой морковью я делала котлеты. Мне очень нравится. Она сильно не ощущается. Но дает такую, как бы, немножечко сочность. Вкуса моркови нет. Лук. Большую луковицу. Через блендер прокрутила, чтобы он был прям меленький. Можно через мясорубку, если вы крутите мясо, все вместе. Добавляю кориандр чуть-чуть. Мне понравилось добавлять кориандр в блюдо. И в мясные, и вот в гарниры, например, готовлю, когда макароны. Ну, в рис я не стала добавлять, раз в мясо добавляю. И что еще? Вот, что я не добавляла. Три картошки отварила. И сейчас натру на крупной терке. Я делала котлеты с добавлением сырого картофеля. Я резала сырой картофель кубиками, терла на терке. Очень вкусно. А именно с готовым картофелем я не делала котлеты. Хочу сейчас попробовать. Ну вот, картошку перетерла. Из специй я добавила кориандр, как уже сказала, черный перец, соль. И замороженный укроп мне захотелось. Из зелени тоже можно добавить все, что хотите. И специи тоже ваши на вкус. Теперь я все это перемешаю руками, ложкой, в общем, в однородную массу. Рис закипел у меня. И огонь убавила вот так, до такого состояния. Прям слабенький такой. Не совсем слабенький, не средний, а меньше среднего. Все, и под крышкой готовится. Немножко я перемешиваю. Когда вот он закипает, я перемешиваю, убавляю огонь и все. Вот такой кипит. Если получается фарш густоватый, можно добавить сливки, молоко, майонез. Я добавлю майонез. У меня и сливки есть, но мне хочется майонез, потому что его тут уже осталось немного. Это домашний. Этому майонезу уже три недели точно есть. Домашний. Без яиц делаю. Меня тоже спрашивали, как вы делаете. Рецепт есть. Там у меня по отдельности взбиваю, потом добавляю специи. Сейчас все-все вместе, молоко, масло, уксус, соль, сахар, там если нужно мне чесночок, вот это с чесночком, сухой чеснок добавляю и взбиваю. Потом после взбития я пробую на вкус, если чего-то не хватает, добавляю, снова взбиваю и все замечательно получается. Видите, он не расслаивается, жидкость в нем не образуется. Но иногда, если вдруг он просто получается менее такой густоватый, может быть, да, какая-то сверху просто как жидкость, перемешала вот так ложечкой, все, и он такой же получается, хороший, однородный. Видите, вот в банке, чтобы было видно. Отлично хранится три недели. Но я больше не хранила, ну может быть даже больше трех, чуть-чуть там на день, на два, потому что все съедаем. Стала делать большую литровую банку, потому что он идет хорошо. Ну редко-редко покупаю майонез в магазины, но когда быстро надо, там что-то, ну бывает форс-мажор, и пошла купила и все. А так вот у меня он, в принципе, всегда есть домашний. Вот, надо использовать его, поэтому я добавлю майонез где-то столовую ложку. Одну, это вот у меня чайная ложка. Тем более он с чесночком очень вкусненький. Все, я сейчас перемешаю. Так, что он у меня с рисом? О, практически готов. Сейчас я проверю. Вся жидкость впитала. Да, впитала. Я вижу, что рис разбух, готовый. Я его перемешаю. Видите, какой получается. Рис у меня для плова, краснодарский, по-моему, да. Не длинный, он какой-то даже полукруглый, что ли, или круглый. Я люблю длинный рис, но длинный рис пропаренный. В магазине один раз купила, приготовила. И, ну, просто он какой-то был затхлый. Пришлось выбросить. Все, перемешала. Закрыла. Ой, еще забыла. Вот что. В горячий плов я бросаю кусочек сливочного масла. Небольшой. Ну, можно столько, сколько вы хотите. И все. Он вот так вот тает. А потом, когда кладешь в тарелочку, масло так тоже растаивает. Ну, в принципе, можно добавить при заливании в жидкость сразу, чтобы с маслом готовилось. Мне нравится вот так тоже. Можно и так, и так, в общем. Фарш я тоже размешала с майонезом. Он так попробовала на соль. Знаете, такой вкусный. Не, я не ела. Мясо же сырое. Формирую котлеты. Я в муку добавила паприку. Если есть у вас панировочные сухари, это будет классно. Тогда котлетки будут с хрустящей корочкой. Ну, у меня нету я в муку. Можно манку. В манку добавить тоже паприку. Ну, в принципе, паприка цвет же дает, да, такой красивый, желтенький. А если нет паприки, не обязательно, все равно будет вкусно. Либо куркуму добавить. Котлеты формируются очень хорошо. Не распадаются. За счет картофеля консистенция липкая. Все, у меня разогрета сковорода. Я их туда все складываю. Котлеты потихоньку жарятся. Но если вам нельзя жареные по каким-то причинам, я думаю, можно приготовить их и в духовке, и на пару. И даже на сковороде просто в жидкости под крышечки они тоже как паровые получатся. Я люблю с корочкой. Ну, у меня можно есть жареные, поэтому жарю. В духовке тоже часто делаю. Знаете, мне пишут, вы за один раз столько много еды готовите, наверное, не съедаете, а выбрасываете потом. Еду я никогда не выбрасываю, даже ни одного кусочка. Готовлю так, чтобы хватило на три дня. Даже на четвертый день может остаться. Потому что в холодильнике еда хранится хорошо. Что мясо, что гарнир. Скажите, что как это есть, каждый день одно и то же. Ну, почему одно и то же? Если, например, гарниры мяса есть, можно разнообразить. Какой-то салатик нарезать, либо консервацию открыть. Вот и все разнообразие. Просто нет времени готовить каждый день и стоять у плиты каждый день. Я думаю, многие готовят на несколько дней. Если супы готовить, борщ вообще может 5-7 дней в холодильнике настаиваться. Он потом еще вкуснее, когда его разогреваешь. Ну, конечно, кто-то привык питаться, чтобы каждый день была разная еда. Ну, пожалуйста, питайтесь. Мне, например, устраивает. Я могу несколько дней есть одну еду. Мне нравятся вот макароны, да, я могу их есть. Например, макароны приготовила. Что-то мне хочется такое. Я добавила в них сметану, либо майонез, либо просто сметану с майонезом смешала. Уже гарнир другой вкус. Ну, а мясо, мясо, ну, есть мясо, мне кажется. Я его каждый день хоть котлеты эти ешь, например, 3 дня. Ну, мне, по крайней мере, не надоедают. Если надоели, там, покрошил котлеты те же готовые в сковородку, лучком присыпал, подогрел. Вот уже другое блюдо. Прикуску с луком и гарниры. Пожалуйста. Так что никакая еда вообще не выбрается. Я считаю, что любую еду неправильно выбрасывать. Поэтому так. Ну, за исключением, конечно, вдруг в магазине попала какая-то некачественная, либо, ну, бывает, да, такую еду. У меня такое было, крупу я купила. Пшено, по-моему, гречку даже покупала, что, ну, невозможно было, пришлось выбросить. Даже птичкам не стала давать, потому что она была такая затхлая и невкусная. Рис тоже, вот повторюсь, пропаренный был. Приготовила даже. Он вроде, когда в сыром виде не было запаха, приготовила, есть было невозможно, пришлось выбросить. Вот и все. А то, что готовлю, все подъедается подчистую. И готовлю из расчета на три дня. Вот в основном у меня три дня еда хранится в холодильнике, и мне это нормально. Нам нормально. Разогреваешь и ешь. Время высвобождается. Так что вот так. Да и можно даже вот эти жареные котлеты. Мне тоже многие писали, что как пожарят там что-то или мясо, а потом замораживают в морозильнике, достают и разогревают готовые уже. Как получается, готовые полуфабрикаты. Что тут удивительного. Еще такие интересные тоже пишут, как бы пожелания что ли, или советы, я не знаю, как правильно сказать. Поменяйте шторы. Нужно другие по цвету. На кухне, там, в зале или что-то. Ну и, например, если мне не нравится, если меня это устраивает, зачем я буду менять. Знаете, вот раньше, когда с родителями жила, мы с мамой всегда делали генеральную уборку по субботам. И где-то через 2-3 недели постоянно делали перестановку мебели. Ну, благо был большой дом, что можно было куда-то что-то расставить. В спальне тумбочки передвигали, либо шифонер двигали с мамой, диван. Потом, ну, все-все перемещали. Стол. Папа приходит с работы. Ну, опять у вас перестановка. Не успеешь, к одной привыкнуть. Уже другое. Вот, понимаете, вот нужно было разнообразие. Я люблю это разнообразие. Мне нравится что-то там поменять, подвинуть. Ну, вот в квартире я сейчас живу, да, у меня нету желания что-то поменять. Мне так комфортно, уютно в этой цветовой гамме, в этой расстановке мебели. Тоже мне пишут, в зале нужно мебель переставить. Не хотите ли его переставить? Как ее переставить? Во-первых, помещение небольшое. Во-вторых, подобрала мебель так вот, чтобы, кто смотрел, у меня есть полный обзор там комнат, видели, что диван у меня соответствует размеру ниши. Он прям, ну, вписывается вот так, чтобы было, ну, как, гармонично смотрелось. И даже вот, когда телевизор, да, включаешь, смотришь, удобно прямо смотреть, не сбоку. Кресло стоит, я тоже считаю, что нормально, боком оно, ну, не мешает, ни на балкон зайти, ничего. Я уже просто так вот прикинула, если пишете, да, что перестановку сделать, это что диван нужно сдвинуть к креслу, а кресло на место дивана, но это будет не очень хорошо. Тем более кресло разборное, спальное место. Нет, я, я просто поприкидывала, мне это не хочется, мне даже это делать. Так что вот так. Ну, и вот, понимаете, вот сколько лет живу здесь, и мне даже, мне не хочется менять цвет обоев, мне это устраивает. Я сама удивляюсь себе. Казалось бы, ну, шторки поменять, что-то освежить, думала об этом, да. Я не хочу на кухне другие шторы, вот не хочу, ни с целью какой-то там экономии, или там вот про деньги, что денег жалко, или что-то всякое разное, уже доводы какие-то, вымыслы, что-то. Да если бы я хотела, я бы давно это сделала. Зачем? Тем более, ну, что это шторки там, да. Как-то вот так вот почему-то. И больше как-то о других ценностях в жизни думать. Не, ну, уют, он должен быть, он всегда. Я люблю уют, и все, мне все устраивает. Вот просто скажу, что меня все устраивает. Когда мне будет не устраивать, я поменяю. Вот и все. Котлеты перевернула, еще одну партию заправила. Тоже мне сказали, замените вашу посуду допотопную. Ну, я не знаю. Допотопную посуду, я сейчас покажу, какая посуда. Ну, все видели, да, вот эти вот тарелочки. Я постоянно использую. Эта посуда очень качественная. Что это? Что вот это я, вот эти вот набором покупала. Ну, тоже поштучно. Это фирма Luminars. Правильно я сказала или нет? Вот эти тарелочки все. Мне они так нравятся. И цветовая гамма нравится. Поэтому я не хочу ничего менять. Меня это устраивает. Ну, с другой стороны тоже, вот у меня нету лишнего места какого-то, чтобы потом вот заменил посуду и куда это складировать. Конечно, посуда лишней не бывает, но тоже надо как бы рассчитывать, что вот. Я вообще не люблю, когда что-то стоит и не используется в хозяйстве. Мне надо, чтобы вот есть, значит, надо это использовать. Больших каких-то комбайнов там что-то нету. Я не покупаю из-за того, что кухонка небольшая и абсолютно некуда втиснуть. Ни в шкаф, ни на стол, ни под стол. Вот. Ну, чем они допотопные? Нормальные тарелочки. Красивые. Вообще зеленый цвет это цвет свежести. Здоровье. И приятные. Есть, конечно, оттенки более такие темные, либо, ну, как, знаете, какие вот, типа, зеленки, да? Вот такой мне цвет не очень нравится. А вот такие салатные цвета, неброские, даже вот этот цвет какой-то, может быть, лайма, да? Какой-то желтовато-зеленый нравится. Ну, вот как-то так. Мои вкусы такие. Время уже обедать. Смотрите, какой рис получается рассыпчатый. Ой, еще даже пар идет. Вот так. Сколько я в обед себе кладу. Вот так. Для меня этого достаточно. И котлетка. Я съедаю по одной котлеты. Мне тоже это. Но они даже большие. У меня вот из этого количества получилось 12 котлет. Все. Что еще есть на обед? Салатик из капусты, с морковкой. Это свежая капуста. И замариновала лучок. Можно просто лучок вот так тут. Соль, сахар, уксус и укропчик замороженный. Вот такой обед. Давайте я котлету поломаю, чтобы видно было. Я же с картошкой такая мягкая, первый раз вареная делаю. Посмотрите. Класс. Рис с овощами очень вкусный. Такой прям насыщенный и острый с перчиком. Я обожаю острую еду. Даже чересчур острую люблю. Ну, не делаю слишком сильно. Если мне нужно, я еще добавлю сюда перца просто. Не сильно остро, но чувствуется остринка. Котлеты мне очень понравились. Они, знаете, такие нежные-нежные-нежные, благодаря картофелю. Ну, сочности как таковой, прям вот чтобы капала там жидкость. Ну, у меня потому что мясо без жира, без всего. Картофель такую нежность даю, что тут они прям прям даже никакой сочности не нужно. Супер. Мне понравились. Рис тоже, смотрите, рассыпчатый. Ну, у меня, в принципе, рис всегда рассыпчатый получается. Хорошо. Не как каша. Ну, конечно, зависит, что тоже, когда рис, он цельный такой, не ломаный для оплова. И лук маринованный очень вкусный. Особенно с рисом лук маринованный мне тоже нравится. Знаете, я, пожалуй, даже две котлеты съем. Но они огромные, конечно, у меня. Ну, вкусные. Очень мне понравились. Так что, если вы не добавляли вареную картошку в котлеты, попробуйте. Ну, сделайте немножко. Ну, я думаю, все равно вам понравится. А может быть, вы уже делали так. Кстати, я раньше кориандр сухой не добавляла во вторые блюда. В основном вот в капусту, когда делала маринованную, либо салат, либо морковь. По-корейски кориандр добавляла. А сейчас добавляю кориандр толченый во все блюда, какие хочу. Прям чуть-чуть. Видите, он такой ароматингу дает. Ну, вкусно. Мне нравится. Вот какие котлетки. Большие, толстые. Очень вкусные. Все, все пережарила. Остынут в холодильник. И на второй, на завтра еще хватит. На завтра, послезавтра, наверное, хватит. Вот так. Рез тоже самое. В контейнер вкладываю и храню. Вот видите, какая тут спальня у Тимы. Сдыхает. Полюбил это место спать. И все. Поэтому приходится дверь чуть-чуть приоткрывать. Он здесь поспит и выходит. Когда нужно, заходит. Он весь день может пролежать вот здесь на полотенчике. Вот этим полотенчиком я ноги ему вытираю. Лапки. Ноги. Лапки вытираю, когда после прогулки приходит. Мою и потом вытираю. Здесь вообще в ванной комнате очень жарко. Вот от этого полотенца. Здесь вот идет под полом, ну тоже как труба или как в этом месте пол теплый. Та-дам. Он, видите, что творит. Я захожу, когда сюда, он тоже так раз сразу голову подгибает. О-о-о, хорошо. Тебе тут хорошо, комфортно. Да тут вообще жарко. Он тут лежит. Хотя в квартире тоже очень жарко. Ну почему-то вот именно нравится на стиральной машинке спать. Да, Тим? О-о-о, все, пока. Пришла из магазина, ходила в Ашан. Мне нужно было купить кофе. Потому что в нашем магазине рядом с дома такого кофе нет. Черная карта. Ну и по пути там еще что-то. Немножко из продуктов. Пакет, конечно, полный, объемный. А в принципе ничего не купила. Вот это все про все. Тысяча с хвостиком. Черная карта, вот этот, зерновой я покупаю. 250 граммов, 170 рублей. Без скидки, без всего. Пшено очень тоже захотелось. Мне пшено 900 граммов, 47 рублей. Перловочки взяла, 70 с чем-то рублей. Так, сейчас я скажу точно. Пшено 77 рублей. 78 рублей, извиняюсь. А перловка 47 рублей. Вот так, наоборот, цена сказала. Это 900, это 800 граммов. Французский хлеб. 22 рубля одна булка. Мы один раз брали, очень вкусно понравился. За раз одну прям съедаешь. Мягкий такой, свеженький. И купила шоколад. Комунарка. Я первый раз такой шоколад покупаю. Горький. Это клюква-начинка пюре. Смородина и абрикос. Шоколад купила по совету зрительнице. Сказала, очень вкусный. Я как-то говорила, что люблю горький шоколад. И вот она мне посоветовала, комунарка, попробую. Но я думаю, вкусный мне понравится. Но знаете, он такой тяжелый, кажется. И из таких товаров мне нужно было бигуди искала очень долго. Вот на липучках я такими пользуюсь. Но у меня чуть-чуть покрупнее были. Кое-как нашла. И то не в обычных магазинах, а в профессиональном магазине для парикмахеров. 240 рублей 12 штук. Я вот такими пользуюсь. И мне нужны были карандаши цветные 12 штук. 145 рублей. Ну и под стругалочкой 55 рублей. Такие цены в наших магазинах. Хочу показать шоколадку, как она выглядит. Не удержалась до ужина, открыла и попробовала. Здесь оказывается, видите, как они батончиками. 8 таких батончиков. И они вот разделены на 4 квадратика. Очень вкусно, мне понравился. Шоколад горький. Причем, знаете, мне нравится, когда шоколад не как пластилин, а вот именно такой хрустящий. Ну сам по себе горький шоколад, он такой. Откусываешь и прям хруст не тает, не как разбозня. И начинка такая кисленькая, приятная. Мне очень понравился. Благодарю, кто мне написал про этот шоколад. Кстати, там еще был шоколад с начинкой молочной. Но я не стала брать. А, я цену не сказала. Этот шоколад был по скидке 99 рублей. А так цена стояла 175 рублей. Ну я считаю, это нормально за 200 граммов. 100 рублей, хорошая цена. Ну как, достойная. И по качеству. Ну понятно, что все тут есть всякие ешки-бешки. Но тем не менее, по вкусу. Но я не могу отказаться пока от шоколада. Тем более от темного, от горького. А еще скажу про хлеб. Французский, так называемый. Ну конечно, он вкусный. Я такая сижу, шоколадку грызу. Ну не грызу, ем. И решила отломить. Тоже так, в прикусочку попробовать. Мягкие, прекрасные. И сижу, читаю этикеточку. Конечно. Я так думала, что здесь что? По вкусу вроде. Соль, вода, дрожжи, мука. Все, ничего больше нету. Читаю. Состав. Значит так, фокус навести. Дрожжи хлебопекарные. Прессованная. Соль поваренная. Пищевая. Улучшитель. С5000 какой-то. Я не понимаю, что это такое. Либо вот в скобочках расшифровка. Это эмульгатор Е472. Что это такое? Вредно, не вредно? Но я почему-то ко всем этим Ешкам отношусь очень отрицательно. Причем мука соевая написана. Полно жирная. Пудра сахарная. Солод пшеничный. Антиокислитель. Аскорбиновая кислота. Ферменты. Вода питьевая. Еще что написано? Продукт может содержать следы аллергенов, молочных, яичных продуктов, орехов, кунжута. Вот такая. Тут красота написана. Ну ладно, хоть написано, хоть есть что прочитать. Но я решила, больше я не буду покупать. Такой хлеб, хоть он и очень вкусный. Надо печь дома. Ну не знаю. Да, сейчас весь хлеб такой. Сейчас вся мука. Что не покупаешь? Мне кажется, она с какими-то добавками. Ну пахнет прямо хлебом. Ну пахнет прямо хлебом. Вот так. Что полезнее? Шоколад такой или хлеб? Пишите. Что вы думаете по этому поводу? Ой, господи. Сейчас продукты, я не знаю, какие можно покупать. В магазине полезные. Я вам покажу, чем сегодня ужинаю. У меня сегодня салат с капустой. Добавила горошек, который остался с обеда немножко. И с майонезом сделала капусту. Хотя сам салат, изначально капусту готовила с масла подсолнечное. И там всякие специи добавляла. Это вот майонез добавила уже совсем другой вкус. Небольшая такая плошечка. И еще намешала немножко сметанки с сахаром. Тоже хлебушком помакаю. Вот мой сегодняшний ужин. Я не всегда так ужинаю. В основном ем супы. Ну вот иногда просто не хочется суп, салатик, что-нибудь вот так. И там еще перекусить. И конечно же шоколадку. Я сегодня еще две, наверное, этих вот два батончика съем. В общем, я сейчас ужинаю. Всем приятного аппетита. У нас еще светло. Кстати, день же прибавился. Время 17.58. Почти 6 часов. Вот так ужинаю до 6. За 2 минуты еще успею. Ну нет, конечно, не придерживаюсь там вот строго до 6. Нет. Ну в основном после 6 уже. Ну там если время вдруг до 7 час. Ничего страшного в начале 7. Если продолжится ужин, нормально. Ну потом уже после 6 стараюсь не кушать. А если бывает, что захочешь что-то, либо водички простой попью, либо просто чай с лимончиком. Ну даже не чай с лимоном, а воду с лимоном попила и все. Вот так. Всем здоровья крепкого. И пока. До встречи.